поймите что в той или иной мере все искусственное в той или иной мере даже те кто были ранее нас все они искусственно создавали из куста кустарное производство поэтому для нас информационное поле это что-то чудесное а для для тех кто живет миллионы лет во вселенной для них это обыкновенное техногенное устройство просто всегда помните любая магия это просто техногенное устройство более высшего порядка я уже приводил миллион раз пример зажигалкой вы приходите какому-нибудь аборигену и чиркаете у него перед носом зажигалкой и для него это чудо там мах шайтан огонь руками для вас это всего лишь технология мотоцикл или самолета для него это панический ужас так вот тех кто живут миллионы лет во вселенной у них точно так же есть уникальные технологии которые мы почему-то воспринимаем за природу а природа вся природа это все искусственное вот в том числе мы все искусственно делают но ну да как бы мне вот то что сказал вячеслав вспомнил один фильм и земля санникова кстати он тоже будет наверное интересно но нашей теме как бы вспомните как они искали там неопознанные земли вот как бы там еще спорили спорили там долгое время шли-шли короче устали упали все там она на одного мужика наехали что там ты ты обманывал земли нет там обвинили его даты нас всех погубил типа зовем ник знает куда вот ну и потом в итоге нашли эту неопознанную землю она оказалась теплой то есть в этом тоже что то есть то есть как бы с тем что говорит вячеслав как бы это тоже немножко сходится она оказалась на северном полюсе теплый то есть да они шли сначала было холодно снег был а потом в итоге когда они дошли до этой земли она оказалась теплой давайте уважаемые слушатели зрители я вам просто вам в эфире покажу как они до этих земель добрались почему-то так появилась сейчас я расшарю забыл так хорошо захват экрана на смотрите на вот этой схематической карте мы с вами узнаем знакомые очертания нашего континента азия кстати здесь тоже очень хорошо показано как на самом деле выглядит америка точнее азия у нас вот это справа то что внизу не дорисовано так вот как шли отважные путешественники почему они столкнулись вначале с холодом а потом с теплом а маршруты у них протекал по береговой линии гипербореи или по нашему арктики и потом они пришли в либерию на один из ближайших островов то есть вышли приблизительно вот они достигли берегу арктики по береговой линии и шли на север и потом достигли берегов либерии карта схематическая вам просто принцип пытаюсь объяснить почему так вышло холодно а потом жарко на этой карте это все показываю осталась последняя загадка это аргентина благодаря алексею нашему военному моряку я привык прихожу все больше к тому выводу что аргентина это скорее всего отдельный остров точнее не острова определенный участок земли который давайте как нибудь вам показать вот она аргентина кстати это тут изображена так называемая южная америка вот она носиком упирается в арктический круг потому что когда люди на юг аргентины приближаются там пингвины и холодно да вот я еще кстати делал подборку чтобы аргентине есть это свой барьер ледяной сейчас я попробую показать вам этот ледяной барьер вы знаете я все нему никак не могу ролик вы выложить вот я вот сижу сейчас нет буквально чуть-чуть осталось коллаж доделать не могу быстро найти сейчас так давайте в эфире вам покажу то аргентина у нас ну да вячеслав и это ты звук выключил да тут бывает иногда приходится выключать вот барьер это патагония нас кстати сейчас смотрят 104 вот зрителя недавно было часть 101 и титаник не тонул он благополучно достиг соседних земель и пассажиры все остались живы бермудский треугольник 50 процентов кавычках прогибших самолетов и кораблей достигли соседней олаф янсен из произведения дымчатый бог рыбак со своим сыном видел именно эти силы легендарные герои из произведения санник также достигли этих берегов нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах адмирал берн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов перегодaho оборудова а оборудов